Принципы математического мышления. Этот крэш-курс посвящен тому, как мыслят математики. Первая лекция называется «Язык математики». Язык математики отличается от языка нормальных людей. Наличием некоторого количества странных букв, ну, еще много чем, но начнем с того, что просто символы, которые мы используем, в нормальной жизни не употребляются. Итак, рассмотрим какое-нибудь утверждение. Например, «Все крокодилы в Москве-реке красные». Ну, такое утверждение математик может сделать, да? Он не настаивает, что оно верное или неверное. Это мы потом уже разберем. Но как математик его запишет? Он запишет его так. «Любой К из пересечения множеств крокодилов и животных в Москве-реке обладает свойством для любого К, что его цвет равен красный». Вот смотрите, я записал то же самое утверждение. Что здесь что? К большое – это множество всех крокодилов. М – это множество живых существ в Москве-реке. Соответственно, пересечение, вот этот вот значок, – это пересечение множеств К и М. И я утверждаю, что любой элемент этого пересечения, то есть любой одновременно крокодил и обитатель Москвы-реки, или иными словами, любой крокодил в Москве-реке, имеет некоторую характеристику, а именно цвет. Цвет – это функция, функция цвета, фи от К, это цвет существа К. И утверждается, что цвет он имеет красный. Вот это точная формализация, сделанное у мною утверждение. Теперь дальше. Еще сразу же хочу сказать, что вопреки интуиции обычных людей, это утверждение не ложно, а истина. Если вы на улице спросите у прохожего, верно ли, что любой крокодил в Москве-реке красный, прохожий, скорее всего, скажет, нет, красных крокодилов не существует. И будет в корне неправ. Потому что утверждение о том, что любой крокодил в Москве-реке красный, опровергается предъявлением крокодила в Москве-реке, который имеет другой цвет, например, зеленый. То есть опровержение вот этого утверждения. О-про-вер-же-ни-е. Выглядит так. Существует крокодил из вот этого самого пересечения двух множеств, такой, что φ от К, иной, не красный. Но, чтобы данное утверждение было верным, мы должны предъявить какой-то элемент из этого множества, по крайней мере. Но дело в том, что уже это сделать мы не можем. Мы не можем найти элемента из этого множества. Вот это множество пустое, оно не содержит ни одного элемента. В Москве-реке крокодилов нет. Поэтому мы говорим, что опровергнуть исходное утверждение нельзя, а значит, оно истинно. Это, так сказать, один из основных принципов мышления математиков, с которым я вот сразу хочу вас познакомить. Ну и расскажу сейчас веселую историю, связанную с этими крокодилами. Как-то обсуждалась вот эта иллюстрация к математическому мышлению, и вдруг мне приходит имейл и говорит, Алексей Владимирович, хорошо, что вы не сказали, что в оке все крокодилы красные. Вот это было бы неверным. Я говорю, вы чего? Вы вообще о чем? Вы в оке нашли крокодила? И он говорит, да, посмотрите, пожалуйста, приложение к этому письму. Я открываю приложение к письму, там фотография. Там из реки Ака, в районе города Пущино, натурально вылезает крокодиленок, примерно метра полтора размером. И он, конечно, не красный. Но это биологи там развлекаются в Пущино, значит, запустили в оку крокодила, засняли и прислали мне, как опровержение, ну, утверждение, если бы здесь было О, да, множество зверей в оке, то это утверждение было бы действительно неверным. Можно было бы предъявить того самого крокодила, которого они в оку запустили, и он явно не красный. Вот, вот почувствуйте разницу. Ну, давайте теперь поговорим об еще некоторых терминах, которые тоже отличают математиков от простых людей. Смотрите, простые люди про число, например, 7 пятых говорят, что это дробь. А что говорим мы, математики? Мы говорим, что это рациональное число. Рациональное. То есть язык. Язык уже меняется даже на примере обычных каких-то понятий. Дроби входят и в повседневную жизнь. В жизни любого человека встречаются дробные величины. И он никому из нормальных людей не придет в голову называть их рациональными числами. Но если вы хотите стать математиком, то наступите на горло своей песни и называйте. Мы называем дроби рациональными числами. Дальше. Что еще есть в обычной жизни? В обычной жизни есть, например, сложение. И мы говорим, что переставить два слагаемых всегда можно, да? Это ничего не меняет. И называем это кажется переместительным законом. Тут я даже на 100% не уверен, потому что вот я знаком только с нашей терминологией. У нас это называется коммутативность. Кому-то-тивность, а кому и не-то-тивность. Короче, коммутативность. То, что нормальные люди называют переместительным законом, у нас называется коммутативность. Еще. Если вы услышите ассоциативность, то это сочетательный закон, да? Видите, как мы запутываем людей? Мы на входе уже в математику устраиваем некий ценз. Если вы этот ценз не проходите, вам будет сложно читать наши книги. Поэтому вот это вот сочетательный закон сложения, ну и для умножения, кстати, те же два закона выполняются, называется ассоциативностью. Что еще? Ну, из того, что сразу приходит в голову, конечно, третий, да, закон, связывающий умножение и сложение, тоже по-разному называется. А нами, математиками, он называется дистрибутивность, а нормальными людьми он называется распределительный закон, по-моему. Распределительный закон умножения и сложения. Мы это называем дистрибутивность. Так, еще что-нибудь про язык, да? Язык. Ну, например, например, еще есть понятие иррациональность. Которая в математике просто противоположна к понятию рациональность. То есть это, когда какое-то число не выражается дробью, а так бывает, кстати, ну, как бы, вероятно, об этом чуть позже речь еще зайдет. И про такие числа мы говорим, что они иррациональные. Но если нормальный человек в жизни скажет, что он встретился с чем-то иррациональным, он будет иметь в виду, явно, что он не встретился с количеством неизображаемым дробью, он будет иметь в виду, что он встречается с каким-то неразумным, неправильным поведением, да, каких-то людей. Кстати, вот экономическое понятие рациональность, оно ближе к житейскому. Рациональный индивид это тот, кто максимизирует свой выигрыш при всей доступной ему информации. И если вы видите какого-то хаотичного такого индивида, да, творческого, творческую личность, вы про нее говорите. Это иррациональный человек, он не мыслит логично. То есть рациональность в экономике это синоним логичности поведения. И, соответственно, нелогичность называется иррациональностью. Там кто-нибудь будет восхищаться какой-нибудь прекрасной девушкой, и говорит, что как же она прекрасна и нелогична в своих поступках, непоследовательно, да. Вот он может сказать про нее, что вот я ее люблю за то, что она такая иррациональна. Это с нами часто случается, да, с математиками, что мы как бы западаем на чью-то нелогичность, ну, потому что нам самим она не очень присуща. Вот, так что вот два разных смысла слова иррациональность. Более того, есть еще один термин, который тоже имеет совершенно разный смысл в математике и без нее. Трансцендентность. Что такое трансцендентность? Слушайте, ну, в математике это нечто совершенно конкретное. Это утверждение про то, что определенное количество не может быть не только выражено дробью, но даже корнем многочлена с целыми коэффициентами длинного выражения со степенями иксов. Вот, и мы это называем словом трансцендентность. Но в обычной жизни эта трансцендентность обозначает совершенно другое. Я до 40 с лишним лет не знал в принципе, что есть понятие трансцендентность в обычной жизни. Это какая-то философская категория, что вообще за гранью какого-либо понимания. То есть, если про иррациональность мы говорим, что это, когда человек, ну, нелогично себя ведет, ну, мы хотя бы видим как, то трансцендентность это что-то запредельное. Вот, ну, и вот с этой трансцендентностью связана очень веселая история. Итак, история. Книга «Математика для гуманитариев», в которой тоже затрагивались эти темы, языка в том числе. Ну, и там в какой-то момент я объясняю, что число пи является трансцендентным. Ну, не доказываю, конечно, это невозможно доказать в начальном курсе. Но объясняю. А книга находится на вычитывании у Сергея Владимировича Волкова, настоящего гуманитария. И он мне звонит, когда не понимает что-то в этой книге, и я ему поясняю. И иногда изменяю текст, чтобы он стал более понятным. И вот он звонит и говорит, Алексей, а в каком же смысле все-таки ты говоришь, что число пи трансцендентное? В каком? Я говорю, ну как, в строго математическом. То есть, что оно не является корнем никакого уравнения с целыми коэффициентами. Я, честно говоря, несколько лет назад этого может кто-то не знать. Я был уверен, что все люди, по крайней мере, знают, что значит трансцендентное число. Потом я вообще столкнулся с тем, что некоторые не знают, что такое дробь. Но это уже ладно. Короче, Сергей Владимирович на той стороне телефона молчит. И я говорю, а что? Ну я начинаю объяснять. Явно, что он как бы не понимает, но при этом у него изначально был какой-то смысл вложен. И вот он-то мне и сказал, он говорит, ну Алексей, про что-то говорят, что оно трансцендентное, если оно находится за пределами всякого понимания. Ну некоторые аналогии тут есть. Если число не является корнем многочлена с целыми коэффициентами, то оно действительно находится за пределами всякого понимания, по крайней мере, в теории полей колец и многочленов. Тут нужны какие-то новые методы. Но у нас это все-таки точный смысл. Ну давайте продолжим про язык математики. И еще один анекдот, который его иллюстрирует. Ну для начала давайте представим себе ситуацию, что просто какие-то три человека зашли в бар и подходят к стойке и продавщица спрашивает их, все будут пиво? Что говорит первый? Ну он говорит, либо я буду, да? Либо я не буду. Ну либо он может сказать, да, все я там, да? Типа, ну как бы отвечая за всех сразу. Ну и остальные ему могут поддакнуть, сказать, да-да, все будем пиво там. Или я тоже буду пиво, да? Или не-не, не все, я не буду пиво, мне там квас или водки. В общем, будет какой-то живой, нормальный, интерактивный разговор такой, беседа. Ну и они потом закажут, что хотят. А теперь анекдот про математиков. Заходят три математика в бар. Продавщица их спрашивает, все будут пиво? Первый математик говорит, не знаю. Второй математик говорит, не знаю. Третий математик говорит, все. Давайте этот анекдот разберем, да? Что произошло? Первый математик, M1, обозначим его, да? Он говорит, не знаю, это значит уже точно, что он пиво будет. Потому что, если бы он не желал пива, то утверждение, все будут пиво, было бы опровергнуто уже на нем. Поэтому мы точно знаем, что он будет пиво. И выражает он это ответом, не знаю, все ли будут пиво, где подразумевается, что раз он не знает, то сам он будет. M2 тоже, он, если бы не хотел пива, он бы сказал, нет, не все. Утверждение, что все будут пиво, неверно. Значит, соответственно, раз он не знает, то он тоже на самом деле будет пиво. А вот M3, он уже знает, потому что он знает про первых двоих, если бы он сам не хотел пива, он бы тоже сказал, не все, я не буду. А так как он сам будет, он уже с полной уверенностью говорит, что будут все, потому что про предыдущих двух он уже просчитал это, что раз оба ответили не знаю, значит, оба будут. Так как он будет, то он уже за всех трех формально точно отвечает все. Вот это типичный пример рассуждения в языке математики. Ну давайте этот вводный урок завершим несколькими утверждениями, которые мы запишем на языке математики, а также произнесем, ну как бы в обычной нашей разговорной системе обозначений. Ну, например, когда спрашиваешь маленького ребенка, кого больше, львов или зверей? Ну вот я, например, над своими детьми проводил эксперимент. Да, кого больше, львов или зверей? Ну и вот если есть способности к математике, то человек сразу понимает, что зверей больше, потому что львов, да, львов, как бы все львы-звери, да, поэтому львов столько, сколько есть, это все звери уже, а еще какие-то там пантеры, волки и так далее. то есть во множестве, во множестве, во множестве тоже такой как бы язык, да, теории множества, вот это ль, а это з, вот это вот множество львов лежит внутри множества зверей, то есть любой ль из ль, также для любого из ль верно, что ль принадлежит з. То есть, вот если у меня есть множество львов и множество зверей, то вот это включение, да, включение означает, что любой лев — это зверь. Для любого L из L верно, что L принадлежит Z. Вот. А по-русски мы говорим просто, что львы — это звери. Ну и поэтому их меньше, чем у всех зверей. Вот. А теперь другой пример, который не про включение, а про пересечение множеств, да. То есть, пересечение множеств тоже можно, в принципе, задать и на обычном жизненном языке. Ну, например, найдем такое, значит, утверждение, что в Москве есть негры. Ну, в принципе, я вот сейчас ехал в метро, рядом со мной ехал негр. То есть, утверждение явно верное, да. Значит, что оно означает? Как его записать математически? Что существует N из множества, ну, тут я какое-нибудь кругленькое сделаю, потому что, если я напишу обычное N, то об этом чуть позже. Обычное N обозначает натуральные числа у нас. Вот. Для любого... Значит, существует N из множества N. Множество N — это множество всех негров. N — это какой-то его представитель. Вот. Такой, что N принадлежит жителям города Москва. Вот. То есть, в Москве проживает хотя бы один негр. Ну, или иначе мы это называем так, что пересечение множеств негров и множеств москвичей, вот это пересечение, не является пустым множеством. Вот это тоже очень важное обозначение. Пустое множество. Вот. Ну, вообще, так сказать, именно множество, да, есть тот базовый элемент языка нашего. То есть, мы все пытаемся формулировать через понятие множество. Вот. Поэтому еще я, наверное, введу такое понятие, как, например, вот что такое N с чертой. Это не негры. То есть, это дополнение во множестве всех людей ко множеству негров. Ну, то есть, это либо желтая раса, либо наша белая раса. Вот. Ну, и можно так даже написать, да, дополнение к N равно объединению G, желтой расы, и B, белой расы. Вот. А всего, если взять G, B, N и их объединить, то получится множество всех людей на Земле. Ну, и, пожалуй, завершу я описание языка математики тем, что приведу еще ряд обозначений, которые мы используем для множеств, которыми вы, скорее всего, знакомы. Вот это вот красивенькое N это натуральные числа. Натуральные числа. Вот. Ну, то есть, N равно, и дальше, вот здесь есть некие разночтения. Некоторые начинают с нуля, некоторые с единицы, да? То есть, вот здесь 0 есть или нет? Я так и хочу оставить это как вопрос, потому что это две системы его зрения. В одной 0 является натуральным числом, в другой не является. Ну, можете принять любую из них. Главное, чтобы каждую книгу, которую вы начинали читать, вы понимали точно, что в ней имеется в виду. Z это уже совершенно однозначно. Это все целые числа, то есть 0, 1, минус 1, 2, минус 2 и так далее. Вот такое обозначение. Кроме того, у нас есть рациональные числа. Они означают, вот так, значит, обозначаются рациональные числа. Ну, напоминаю, что это дроби. Ну, и вообще все числа, которые обозначают те или иные количества, положительные или отрицательные, называются действительными или вещественными числами. Когда-то я слышал, что в Питере вещественные, а в Москве действительные. Но даже если когда-то так и было, то это уже все перепутано так же, как шаверма и там, и там уже есть, и шаурма уже там, и там. Вот, как-то все уже смешалось в нашем общем доме, языки перемешались. Вот, ну вот такое короткое введение в наш язык. А в следующих лекциях мы посмотрим, что мы на этом языке умеем формулировать.